День Пятидесятницы День Пятидесятницы Завета, который являлся в Ветхом Завете своеобразным сердцем всего служения. Это был такой деревянный ящик, сделанный из акации и со всех сторон, как внутри, так и снаружи, покрытый золотом. По бокам были кольца с шестами для того, чтобы мы могли переносить, для того, чтобы левиты могли переносить этот ковчег. Сверху была крышка из золота, на которой сделаны были два херувима, обращенные друг к другу и склоненные к крышке ковчега. Внутри этого ковчега Завета находилось три вещи. Во-первых, были каменные скрижали с заповедями, которые Моисей получил для израильского народа. Сосуд с манной, которым израильский народ питался по пути из Египта в Ханаан, и расцветший жезл Аарона. И вот этот ковчег Завета находился во святом святых сначала с Кини, где был внешний двор, куда могли входить все израильтяне, все иудеи. Там, видите, был жертвенник медный, где приносили агнцев в жертву Господу, была умывальница медная. Потом можно было зайти в саму палатку святое, куда уже не все иудеи, но только священники могли заходить. И там был золотой светильник, там был стол с хлебами предложения и золотой жертвенник, на котором воскурялся Фемиан. И вот самое особое место, ради которого, в принципе, все остальное было – это святое святых. И если во внешний двор могли приходить все иудеи, во святое могли входить священники, то во святое святых мог входить только первосвященник. И всего лишь раз в год, в день искупления, в Йон-Кипур, когда первосвященник входит в храм, и там он совершал служение, там он кропил крышку ковчега кровью, жертвенных животных, которые их убивали на внешнем дворе, и там он воскурял вот этот Фемиан. Именно там, над крышкой ковчега, Бог говорит, я буду являть тебе свою славу, и буду открываться тебе, и то, что я буду открывать тебе, то, что я буду показывать тебе, то передай потом народу. То есть все, и в Скинии, и вот храм можно дальше, храм Соломона, который находился в Иерусалиме, вот вся эта конструкция со всеми служениями, со всеми жертвами, со всеми вот этими умывальницами, и в храме это все было сделано точно так же, но только во много раз больше, конечно же. Эти святилища, хлебопредложения, все это было только ради помещения, которое по размеру было не самым большим там, но именно это и являлось сердцем всего ветхозаветнего служения. Потому что там Бог открывал свою славу, там Он являл себя, там Он показывал свои откровения, там Он говорил, и там Он давал заповеди. Все остальное было только ради этого. Вообще, иудеи даже считали, что во святом святых там даже все было иначе, чем на земле, даже пространство, там было как-то по-другому все сделано, не как в обычной земной жизни. Почему? Потому что интересно, что во святом святых уже в храме, когда были сделаны там эти херувимы, то крылья херувимов, одно крыло только было 5 метров. И у каждого херувима, считайте, вот крылья по 5 метров, да, а их там было два, что символизировало общение Бога и человека. Но при этом очень интересно, что сам размер святого святых это был 10 метров. То есть, по сути, если только одно крыло херувима 5 метров, а ширина и длина святого святых была 10 метров, получается, для ковчега там даже и места не находилось. Поэтому они считали, что там даже пространство как-то по-другому действует. То есть, когда первосвященник входил во святое святых, он попадал словно в другое измерение, в измерение Божьего присутствия, в измерение Божьей славы. Последнее упоминание в Библии о местонахождении ковчега Завета записано во второй книге Паралипоменон. Давайте откроем вторую книгу Паралипоменон. 35 главу и прочитаем с первого стиха. И совершил Иосия, в то время в Иудее правил царь Иосия, и вот он совершил в Иерусалиме Пасху Господу и заколол пасхального агнца в четырнадцатый день первого месяца. И поставил он священников на местах их и одобрял их на служение в Доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давида, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах, на плечах, как обычно левиты носили на этих шестах ковчега Завета. Во время передвижения, когда сборная вот эта палатка скиния со всеми принадлежностями, в том числе ковчегом, перемещалась место на место. Так вот, уже нет нужды, говорит Господь, чтобы носили на раменах, на плечах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколениям ваших, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших сынов народа по разделению поколений у левитов. И заколите пасхального агнца, и осветите, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея. И вот мы видим, что в храме Соломона продолжалось служение, продолжалось жертвоприношение. Левиты там по своим чередам, очередностью совершали служение, приносили в жертву агнцев, окропляли кровь этого агнца уже во святилище там. Были вот эти умывальницы медные в храме, они уже назывались Медное море, такого большого размера, где были омовения священников, прежде чем они шли в само святое там, да. Ну и конечно же, когда раз в год во святое святых входил первосвященник, там были особые приготовления. И считалось, что если что-то нечистое будет, то у первосвященника, то он не сможет там находиться в Божьем присутствии, и его нужно будет оттуда уже доставать мертвым. Поэтому я думаю, каждый раз первосвященник готовился, освящался, очищался, проходил через все эти ритуалы, чтобы предстать перед Богом непорочным. И вот после этого, после того, как было вот это последнее упоминание, 40 лет спустя, вавилонский царь, Навуходоносор, захватил Иерусалим и ворвался храм. Это событие произошло за шесть веков до Рождества нашего Господа Иисуса Христа. Но очень интересно, среди вещей, которые захватили вавилоняне, не было ковчега завета. То есть во всех этих перечнях захваченных вещей ковчег завета не упоминается. Возникает вопрос, а что же с ним произошло? Куда он делся? И тут возникает много разных теорий. Самая основная зиждется на неканонической книге Ветхого Завета, так называемая вторая книга Маковеев, где говорится, что незадолго до вторжения вавилонян в храм Иеремия берет ковчег завета, вывозит из Иерусалима и прячет в пещере, которая находилась в горе, с которой в свое время Моисей смотрел на обетованную землю, когда Бог ему сказал, что ты глазами увидишь эту землю, но сам не войдешь туда. И вот именно в пещере этой горы Иеремия и спрятал ковчег завета. Другие люди считают, что ковчег завета находится под храмовой горой. Если вы были в Иерусалиме, там вот где стена плача, там храмовая гора, где когда-то находился храм Иерусалимский. Сейчас там находится мусульманская святыня, знаменитый купол над скалой. И вот там вот в этой горе где-то он и запрятан. И поскольку мусульмане сегодня не разрешают никакие вести археологические раскопки, то, естественно, и этот ковчег найти не могут. Есть еще исследователи, которые убеждены, что этот ковчег находится спрятан под Голгофским холмом. И даже некоторые исследователи утверждали, что они там его наблюдали. Некоторые верят, что ковчег завета находится в одной из церквей Эфиопии, где тоже его прячут до определенного времени. Есть люди, которые считают, что ковчег завета спрятан в Египте. Именно эта легенда как раз и была отображена в знаменитом фильме голливудском «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Я даже читал теории, что ковчег завета находится в одном, спрятан в одном из холмов в Ирландии. Даже вот такие теории есть. То есть много разных теорий, куда он девался, что с ним случилось. Но точно, конечно же, никто не знает. Так вот, начиная с шестого века до Рождества Христа, святое святых было пустым. То есть, когда Иисус Христос пришел на землю, храм был, служение было, священники были, даже были первые священники, причем не один. То есть все совершалось, жертвы совершались, кождение совершались. Все эти ритуалы, омовения, все совершалось. Даже в день Йон-Кипур первосвященник входил во святое святых, чтобы совершать там кождение. Но только ничего там не было. Оно было пустым. И поскольку находилось вот это святое святых за завесой, плотный материал, то никто не видел этого. И все со стороны выглядело так, словно ничего не изменилось. Служение идет, священники совершают свою работу, кровь жертвенных животных вьется. Люди стекаются на праздники религиозные каждый год. То есть все происходит, словно ничего не изменилось. Но только то, ради чего все это было создано, вот это святое святых с ковчегом, было опустошено. Но не было там ковчега. Следовательно, не было Божьего присутствия, не было Божьей славы, не было Божьих откровений. Я не знаю, как они себя чувствовали. Я не знаю, как себя чувствовал первосвященник или священники, когда совершали вот все это, предписанное в свое время Моисеем, но с пустым святилищем, не знаю. Но вот все делалось так, словно вот, как бы ничего не поменялось, все нормально. И когда мы читаем в Евангелии, давайте откроем Евангелие от Луки, 23 главу, где говорится о распятии. Прочитаем 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, Отче, в руки Твои предаю Дух Мой. И сие сказав, испустил Дух». Одно из знамений, которые произошли во время распятия, была разорванная завеса. Это было, наверное, последнее знамение, которое происходило тогда, когда Он испустил Дух в этот момент. Завеса – это плотная ткань, которую ни один человек разорвать не мог. Настолько она была мощная, настолько она была плотная. Так вот, эта завеса разорвалась, причем разорвалась не снизу, как бы это могли сделать там люди, может быть, там подрезов, а именно сверху разорвалась. Словно небо разорвало эту завесу сверху донизу. И таким образом святилище открылось, и все могли увидеть эту пустоту. Мы понимаем, что все, что описано в Ветхом Завете, является некими видимыми образами того, что мы с вами переживаем в нашей невидимой, но не менее реальной духовной жизни. И вот когда я думаю о служении храме, о служении священников в этом храме во временах Христа, то, к сожалению, эта картина напоминает порой наше служение. Когда все вроде бы хорошо и может быть красиво, если ты посмотреть на там сегодня много церковных зданий, очень красивых зданий, очень удобных зданий, в 20-21 веке сейчас в храмах, особенно, конечно, в протестантских церквах там свет, удобно, кондиционеры работают, чтобы мы могли собираться, чтобы нам тут было приятно. То есть все хорошо. Проповеди звучат, Библия провозглашается, причастие совершается. Но мы должны понимать, что все это не самоцель. У нас нет такой цели просто делать что-то вот ради того, чтобы что-то делать. Совершать служение ради служения. Вот причастие совершать, потому что, ну как, надо же причастие совершать. Прославление, ну как же, как же без красивых песен. Проповеди, как же вот без помазанных проповедников. То есть все точно так же совершается. Но мы должны понимать, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, все это нужно только ради одного, вот ради вот этого святого святых, где Божье присутствие и явление славы Его. А если этого присутствия нет, тогда все остальное автоматически, как бы это круто, профессионально не было сделано, все это автоматически теряет всякий смысл. Оно не нужно. И получается то, что мы называем таким словом религия. То есть некие действия религиозные, обряды, ритуалы, соответствующие данной религии. Но без высшей небесной реальности. Причем я сейчас не говорю про чувства, я не говорю сейчас про эмоции, потому что иногда кажется, что вот чувства, эмоции, вдохновения, которые люди переживают, это и есть Божье присутствие. Но это не так. Чувства и эмоции можно переживать не только с Богом. Радость люди переживают и за стенами нашего здания. Это не то, что теперь мы должны эмоции, ой, сегодня так было Бога много, почему? А у меня прям так вот такое восторженное состояние. Но это еще ничего не значит. Наша эмоциональность еще ничего не значит. И Божье присутствие нельзя приравнивать к эмоциональности. Потому что по-любому, когда собирается много людей, когда он здесь вот собирается, около тысячи человек, и мы здесь все споем, это само по себе имеет некое влияние. И ты, может быть, чувствовал себя как-то трудно, тяжело, плохо. А вот пришел сюда, и здесь вот столько людей собирается, и мы все здесь находимся, и прекрасная музыка звучит, прекрасные духовные гимны, псалмы, и ты как-то вот чувствуешь внутри, как-то вот посвежело тебе, что ли, так хорошо, как-то так вот. Уже нет такой грусти, как раньше было. А потом приходят проповедники, начинают говорить, что Бог тебя любит, Бог тебя благословляет, и как-то тебе еще радостнее. И уже к концу собрания ты чувствуешь, что от грусти не осталось и следа, как-то все хорошо, и светлое думаешь, слава Богу, слава Богу. Хотя на самом деле это просто эмоции, и все. И через некоторое время ты там идешь на работу, например, завтра утром, и там начальник на тебя ругает, и от твоего радостного состояния ничего не остается, у тебя опять все плохо, опять за окошком черно, и опять у тебя депрессия. И так вот до следующего воскресенья. И ты думаешь, что здесь воскресенье тебя как-то Бог оживляет там. На самом деле просто-напросто ты эмоционально здесь как-то вот освобождаешься, тебе легче и проще. И ничего общего с Божьим присутствием это не имеет. Это просто наша чувственная, эмоциональная часть. Вот и все. А когда люди там попадают вообще в огромные собрания, где там тысячи-тысячи людей, там большие конференции. Сколько порой людей, которые там приезжают на конференции, где там в Москву, там еще какие-то города. В Америку часто ездят на конференции, где огромные там церкви есть. И там уже где-то не просто в своей церкви, где там несколько сот человек, где-то около тысячи, но там находишься где-то тысячи-тысячи людей. Ты думаешь, у нас в церкви сильно, а здесь вообще сильно. Хотя на самом деле там ничего вообще не сильно, там просто больше людей. И сам эффект толпы, он имеет свое воздействие. Ой, как нас много, как мы тут все едиными устами. Слава Господа, мне и в церкви-то проще, и легче после собрания. А тут вообще, если в церкви мне там бывает, хватает вдохновения там на несколько дней, то тут, может быть, на месяц аж хватило радости всевозможной. Но потом неизбежно наступают вещи, когда вдруг завесы разрываются. Причем разрываются сверху. Господь это совершает. Завесы разрываются, и люди вдруг чувствуют, словно все, что они совершают, это были как некие религиозные игры вокруг пустоты. И после великих помазанных служений, проповеди, ты вдруг оказываешься в состоянии, когда ты не знаешь, а существует ли Бог вообще. Потому что все-то изображалось, что Он есть, и ты сам включился вот в эту игру. Да, конечно, Он есть. Как же? Нас тут столько. Ну не можешь же столько людей тут обманываться. Конечно. А плюс еще эмоциональность, воздействие, прочее, прочее. И тебе вообще кажется, ну как же, как же? А потом наступает этот момент. И мы периодически видим вот эти рвущиеся завесы. Когда какие-то великие служения, куда там все ездили, а вдруг то у нас завесы разрываются. Там такое обнаруживается, что все опешили. Как это так? Такие там были интересные переживания, а потом вдруг такие неприятные известия мы слышим. Или об этом служении, или об этих проповедников, или об этих церквах. И людям в недоумении, как так? Да как так? Ну эмоционально что-то ты там пережил, и что? И все. Ничего больше. Завеса разорвалась. В смысле, поймите, само по себе, вот если мы посмотрим на храм, ну вот ты приближаешься к самому храму, и тут воздействие где позолото, огромные колонны. Все, что нас окружает, имеет определенное воздействие на нас. Естественно, тут могло быть какое-то некое вдохновение. Можно вот храм показать, да? Вот. Помпезность, музыка, все это имеет определенное воздействие. Пока однажды вот эта завеса не разрывается, и ты вдруг понимаешь, как один наш классик выразился много шума из ничего. И когда вот ты находишься вот в этом состоянии, когда вдруг эта развеса разорвана, а там пустота, ты находишься на перепутье. На перепутье. Кто-то считает, что нужно, наверное, искать другое помазанное служение. Если это оказалось каким-то вот не таким, надо другое найти, и они бегают и ищут другое служение помазанное, или других помазанных служителей. Или вообще, может быть, в другую церковь идти, что-то тут как-то не так. Давай в другую церковь пойдем. Там, в другой церкви, может быть, там. И, знаете, как бы вот, как про белого бычка все сначала. Все сначала, пока жизни хватит. Есть некоторые христиане, они уж все церкви Екатеринбурга обошли. Все Бога найти не могут. Все как-то где-то так, не так. Вот тут что-то вот не так. Там плохо поют. Тут вроде поют хорошо, но не о том говорят. Тут вроде о том говорят, но не так молятся. Тут вот так молятся, но не очень хорошо поют, а там хорошо поют. И нету в мире идеала, нету в мире совершенства. Или вообще, может быть, уйти какую-нибудь, не просто там церкви менять, а вообще в другую какую-нибудь христианскую динаминацию пойти. Может, пойти в другую динаминацию? Православным, католикам, может, там-то что-то мы найдем. К тому же у православных и католиков вообще же в их храмах есть наподобие Ветхого Завета алтарь, врата, алтарь, где тоже своеобразный ковчег. Там у них дарохранительница. Если в Ветхом Завете там у них были скрижали, манна, расцветы Жиза Лаарона, то там у них находится причастие, плоти, кровь Иисуса Христа. Может, там нужно на самом деле? Может, там пойти вот туда? Может, там вот мы, слава Божию, найдем благодатность-то вот эту, присутствие вот этого? Может, там? А может, вообще не повезло нам с религией? Может, нам вообще другую религию найти какую-нибудь? Куда-нибудь пойти? Сейчас вообще в мире мода на Восток, может, в индуизм, в буддизм, может, с ними, танцуя с Хари Кришной, ты Бога найдешь? Такое тоже порой происходит. Туда надо пойти, с Кришной потанцевать, благодатность найти. И эти вещи я наблюдаю. То есть, поймите, у людей очень много вариантов. И все это говорит лишь об одном, что они так и не поняли самого главного. Они пытаются внутренне найти своими внешними поисками. Бегают, бегают и ничего не находят. Бегают, спорят, доказывают друг другом и ничего не находят, потому что все это пляски вокруг пустоты. Что же нам показал Христос? И давайте откроем послание к евреям, десятую главу. Послание к евреям, десятая глава, шестнадцатый стих. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вот вы знаете, вот эти слова в Новом Завете так часто повторяются, они в принципе еще и в ветхом уже пророчески были произнесены. Но я иногда замечаю, что когда очень часто что-то говоришь, то это настолько затирается, что люди перестают на это реагировать. Это как вот дома бывает, знаешь, там просишь дочку, дочь, там помой пол, или помой посуду, помой посуду, помой посуду. И ты чувствуешь, что каждый раз, когда ты просишь, 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 словно вот, да, пап, потом, да, пап, потом, да, пап, потом. И ты уже потом говоришь, уже сам не веришь, что кто-то что-то что-то сделает. Вот затирается бывает, вот как у Майковского, да, слова у нас от самого важного в привычку входят, ветшают, как платья. Вот обветшали эти слова. Но давайте прочитаем, словно вот, посмотрим на эти стихи свежим взглядом. Смотрите, 16 стих еще раз. Вот завет, который завещаю им после тех дней. Завет, который и называется новым заветом. Говорит Господь, смотрите, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Сегодня нам не нужно искать какое-то особое, особое здание церкви, особое место, особую какую-то самую распомазанную организацию, особого, близкого как-то к Господу проповедника, который вот, говорит лучше всех. Вот вы поймите, ну не найдете вы в этом ничего. Ни здесь, ни в другом месте, ни в Москве, ни в Киеве, ни в Америке. Нет таких мест сегодня на земле, где было бы вот особое, нет, вот это особое, тут особое помазание. Да чушь это все. Это просто религиозная чушь. И можно всю жизнь бегать. Я сам все время это все искал. Знаю, о чем говорю. Сам был таким глупым. Так вот Бог говорит, сегодня Бог вкладывает вот это законы не в какой-то земной ковчег, не в какой-то земной ящик из акации. Подетка заветнего дерева сетим, да? Как бы это некрасиво золотом не было обложено, какие бы там красивые черувимы не были сделаны. А в некоторых церквах я вообще, протестантских, я приезжал, путешествовал, у них прям тут ковчеги сделаны. Думаешь, ой-ой-ой-ой, как красиво там у них. Все точно Бог здесь. Вот прям. Вот оказывается, куда его спрятали. Иудеи найти не могут. Это он у них в церкви давно. Так вы смотрите, Бог говорит, вложу законы мои в сердце их, в мысли их напишу их. И грехов их, и беззаконие не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистой, будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший. И здесь апостол нам очень ясно пишет, что служение нового завета, оно сегодня не крутится на каких-то земных личностей, земных святых вещей, святых служений, святых мест, потому что у нас есть один святой первосвященник, его имя Иисус Христос, который вошел во святилище и благодаря своей жертве, своей крови, которую он пролил две тысячи лет назад, он открыл нам путь, путь новый и живой туда. И хотя это очень ясно показано в Новом Завете, до этого пророчески в Ветхом Завете об этом говорилось, и через пророков Бог говорил, что я уже вложу, напишу мое слово не на камнях, а на сердцах, заберу их сердце каменное, дам им сердце плотяное, поэтому в притчах и говорится, более всего хранимого, храни свое сердце, ибо из него источники жизни, оно находится в нас сегодня, вот это святилище, и мы должны идти сюда, а нас постоянно отвлекает от этого путешествия, что это всевозможная суета, в том числе религиозная суета, мы порой так религиозно задействованы, так загружены, у нас так много служений, таких конференций, мероприятий, мы почему-то убеждены, что это само по себе ведет нас в Божье присутствие, хотя на самом деле это лишь танцы и игры вокруг пустоты, люди бегают, 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 а потом мы с вами видим величайших служителей, звезд христианского мира, разочарованных, опустошенных, мы думаем, как же так, если даже у него такое, что про меня говорить, да ты не смотри на него, ты на Иисуса смотри, именно он пролил свою кровь, чтобы мы с тобой шли во святое святых с тобой, внутрь себя, туда шли, каждый раз, когда мы совершаем вот эти наши недельные выезды, я не хочу говорить, что это недельный выезд, а тут именно то, что нужно, а там может быть по-разному, но в том числе через эти недельные выезды можно наблюдать, как мы там, находясь просто без всяких обычных дел, просто сидим в Божьем присутствии, как трудно нам бывает в первые дни, когда все вокруг тебя начинает отвлекать, лучше бы там поехал бы, может быть проповедовал бы где-нибудь, в другой город поехал, а он тебя в другие страны зовут, а ты отказываешься, сидишь тут на базе с Екатеринбургом, что-то тут, надо там пробуждение делать, и бегают эти спящие проповедники, одержимые пробуждением, выдавая эмоциональность за это, и ничего не случается, ничего не происходит, и потом эти завесы разрываются, все видят, что король-то голый, ну ничего, бегут за новым королем, ищут нового короля, нового помазанника, новое мощное служение, новый прорыв от Господа, и все снова, и все снова, до следующей разорванной завесы, драгоценные, а может что-то не то мы делаем, может быть не то, не там ищем, пытаемся во внешнем найти внутреннее, хотя это недалеко от нас, и Иисус же об этом говорил, когда религиозная самарянка пыталась уточнить наиболее помазанное место для поиска Бога, для поклонения, не в храме или Иерусалимском, он говорит, да послушай, да не на горе, не в храме, на всяком месте, сегодня место не имеет значения, да я вам даже так скажу, больше не проповедник, кто не имеет большого значения, я понимаю, что под самого себя копаю, потому что намного проще, знаешь, проповеднику, как бы, ведя людей к Богу, привязать к себе, хочешь к Богу, слушай меня, потому что, а кого еще? и знаешь, и ты как бы, Иисус Иисусом, но ты как бы ключевая фигура, а когда ты говоришь такие вещи, не в проповеднике, в смысле, но так и в прямом, я, конечно, благодарен очень за ваше уважение, но никоим образом я не являюсь даже вторичным посредником в вашем духовном служении, в вашем общении с Господом, потому что Иисуса Христа достаточный без меня, я бы, может быть, по плоти бы и хотел, чтобы было недостаточно, но его достаточно, его вполне достаточно, а ты все проповедника ищешь помазанного, да? Что-то не устраивает тебя до сих пор, что-то как-то вот не так тебе до сих пор, надо найти вот какого-то правильного, ну бегай, молодец, поэтому разорванная завеса это будет постоянный постоянное происшествие в той христианской жизни, ну не устали, разве же не устали до сих пор? Ну не устали, мне вот 90-х годов хватило этой беготни по помазанным местам служением проповедникам, вот так хватило, насмотрелся, наслушался всего, чего хотел и не хотел, и вот когда ты сидишь в этом думаешь, так, пастор, значит, получается, другую церковь нет смысла, другую деноминацию христианскую нет смысла, нет, в буддизм тоже не надо, нет, а может Бога вообще нет, сиди дома, да спи там, кушайся, выходной сегодня, иногда честнее дома сидеть, конечно, но Евангелие все-таки нам показывает этот путь, путь во святилище, самый трудный путь, который есть в жизни человека, самый долгий путь, это путь вот сюда, самый долгий путь, вот сюда путь, столько суеты, столько вещей, которые пытаются захватить твое внимание, и ты должен идти сюда, если ты пришел сюда, чтобы познать Бога, это вот нужно туда идти, вот сюда и нужно идти, ну не ко мне, а к тебе, у каждого из нас здесь святого из святых, внутри, и что интересно, оно еще так соединяется невидимым образом, поэтому мы находимся вроде бы каждый в своем, но что интересно, когда каждый идет в свое, мы вдруг оказываемся в чем-то в общем, потому что Господь один, одна вера, одно крещение, и поэтому, когда мне говорят, пастор, почему в последнее время ты все время говоришь об этом, давай что-нибудь другом говорить, ну столько всего есть, я вам хочу сказать, вот все это остальное, я сейчас не против служения, вы поймите, я вам просто хочу показать, что это служение, оно имеет смысл, только когда ковчег во святом святых, вот только тогда, я не хочу, знаете, из одной в крайности, либо суетиться с опустошенным святилищем, либо ходить по святилищу и ничего не делать, нет, мы должны служить, мы должны проповедовать, мы должны нести любовь, добро, чтобы люди, не видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного, но все это должно идти отсюда, именно в этом я вижу смысл Пятидесятницы, когда Иисус говорит, что из чрева вашего потекут реки воды живой, некоторые люди говорят, пастор, как мне найти мое призвание, где мне голову-то преклонить, может в прославлении мне голову преклонить, там, в службе порядка, в социальной работе, в молитвенной комнате, ну, столько служений в церкви, книжное служение, медиа служение, как бы узнать-то, где мне место, что Бог от меня хочет, я вам хочу сказать, это неправильный подход, потому что, если ты думаешь, что Бог тебя хочет видеть вот тут, а не тут, ты ошибаешься, Бог хочет, чтобы из твоего чрева текли реки воды живой, а если они текут, да хоть какое служение, это будет воля Божья, вы понимаете, есть голос, пой в прославлении, умеешь играть, играй, хочешь помогать детям, иди в социальное служение, скажешь, пастор, что нет большой разницы, да нет большой разницы, потому что, если чрево текут, реки воды живой, где бы ты не нашел место, там будет жизнь и благословение, а если этого нет, пускай ты и найдешь самое распрекрасное место, соответствующее именно твоим талантам и способностям, это не будет божественное, это будет плотское, земное, бесовское, говоря словами Якова, вот так и будет, если же есть река, которая течет из тебя, да хоть где, да хоть где, и везде ты будешь на месте, предназначенный тебе Господом. Поэтому нужно начинать не с какой-то вот маршрута, а начинать нужно с центра. И очень интересно, знаете, что когда Бог говорил Моисею о Скинии, то он начал говорить ни с жертвенников, ни с красивой материи, ни с этих рисунков, ни с шерсти, а он начал говорить ему, заповедуя о Скинии, именно с Ковчега. Хотя это было самое скрытное, невидимое для большинства людей. Но именно ради этого все было организовано. Точно так же, поймите, невозможно выставлять реальную духовную жизнь, она скрыта. Туда входит только один, там только ты и он. Невозможно туда запустить всех, показать всем, потому что это нечто личное, нечто интимное. но из-за того, что там только ты и он, не значит, что оно менее реально. И когда это есть, когда святилиже твоя наполнена Божьей славой, Божьим присутствием, тогда ты приходишь в церковь и ты видишь все по-другому, потому что Божья слава переполняет тебя, Божья слава переполняет твоего брата, твою сестру, группу прославления, там лидера прославления. И мы словно соединяемся всем в этом единении, когда вроде бы каждый из нас идет в свое сердце внутрь себя, но это же самое время, поскольку Бог один. Мы словно соединяемся этими невидимыми нитями, как единый организм, единое тело, переживая его славу. Это намного больше, чем какие-то чувства или эмоции. Порой в Божье присутствие не приносит тебе приятных эмоций. Иногда бывают даже неприятные эмоции. Скажешь, от дьявола? Да нет, от Господа. И этому есть примеры в Библии. Но ты принимаешь все, что идет от Него, потому что ты знаешь, даже когда порой Господь дает тебе горькую таблетку, она целебна. Сеющийся слезами будет пожинать с радостью. Кушающий горькое лекарство будет здоров. Вот что такое вера, вот что такое христианство. И вы поймите, как бы классно наше служение не развивалось, как бы мы тут не делали, покупали новую аппаратуру, колонки, какие бы мы прекрасное служение здесь не проводили, все это будет для тебя тщетным. Если твое святое святых будет опустошено, если вот эта вот дорожка, как называет ее автор послания к евреям, путь новый и живой, зарастет травой, то как бы круто здесь не было, какие бы интересные, смешные проповедники тут не выступали, какие бы классные конференции мы не проводили, это будет все тщетно и напрасно. Потому что оно, твое святое святых, будет опустошено. И в конце я хотел бы прочитать пророческие слова из Апокалипсиса, Откровение Яна Богослова, 11 глава. Пророческие слова, 19 стих. «И отвергся храм Божий на небе, и явился ковчег завета». Вы знаете, думаю, совершенно не случайно, что до пришествия Христа святое святых и земное оказалось пустым. И более того, когда сегодня очень многие, не только иудеи, но и христиане, пытаются выяснить, а где же находится ковчег, может, мы его вернем все-таки. Поймите, сегодня нам нет нужды ни в каком земном ковчеге. Был бы нужен, не пропал бы. Бог его просто убрал. Был образ и ушел образ. Потому что иногда для нас опасно долго сидеть с образом. Евреи сидели со своим медным змеем, потом его начали обожествлять. Точно так же ковчег. Сколько бы Бог там не совершал в свое время, это лишь образ. Нам нет сегодня нужды в этом земном ковчеге, где бы там его не нашли, в Эфиопии. Или в Египте. Да пускай и найдут. Ну и что? Слава Богу, мы уже не в Ветхом Завете. Бог явит свой ковчег. И этот ковчег будет не из Эфиопии, и не из Египта, и даже не из Храмовой горы. Там, в Иерусалиме, написано, смотрите, «Отверзся Храм Божий на небе, и явился ковчег Завета Его в Храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и Великий Град. И явился ковчег Завета Его в Храме Его. Апостол говорит, «Вы – Храм Божий». Сегодня Бог являет ковчег Завета в нас. Он приходит в нас прямо с небес, прямо в твое сердце. Иди туда. Иди туда. Находи время, чтобы приходить туда. Ты можешь приходить туда, в молитвенную комнату. Слава Богу, у нас почти что каждый день здесь и утром, и вечером есть молитвы. Нет времени дома сиди. Потому что у тебя святилище там же находится. Не нужно ехать сюда, в центр города, там, с Химаша, в Точерме, с сортировки. Мы сюда приезжаем для одного только, чтобы собраться всем вместе, порадоваться всем вместе, а не для того, чтобы найти Бога. Потому что ищем мы его не в центре Екатеринбурга или Москвы или другого какого города. Мы ищем его внутри, в центре. в нашем сердце. Иди туда. Куча будет препятствий для этого. Я серьезно говорю, это самый длинный и тяжелый путь вот сюда, чтобы тебя отвлечь, чтобы наполнить тебя суетой, чтобы во время молитвы ты думал о чем угодно, только бы не о Боге. Всякие мысли, всякие, отвлекают тебя, заботы и дела всевозможные. Но в этом-то и есть духовная зрелость, когда мы учимся, как написано, чувства навыкам приучены. Учимся отдаляться от всяких суетливых мыслей. скрываемся тут во святом святых, где только ты один. Там даже других священников нет. Ты один и он. И ты словно попадаешь в другое измерение. Йонгичо называет это четвертым измерением. Я бы не стал давать разные измерения. Это все человеческие слова, потому что там такое измерение, что никакими словами не описать. Но когда ты там оказываешься, ты вдруг понимаешь, что что он это все, что тебе нужно. И все ради чего стоит. И все им, и все для него. И он все во всем. И ты начинаешь понимать то, что ты даже словами уже сказать не можешь. Ты пытаешься как-то найти какие-то красивые эпитеты поэтические, как я это пытаюсь сделать во время пробований. Беру какие-то стихи, там, поэзию, Зинаиду Миркиной стихи, пытаюсь это передать, но ты понимаешь, что это лишь тень того, что ты там ощущаешь, то, что ты переживаешь. Самые глубинные моменты пребывания там во святом святых. Я отчетливо осознаю, что я никогда и никому не смогу это передать. Но именно этот центр, ради чего вообще я здесь, я ради чего вообще стоит жить. И потом, да, я не остаюсь там где-то монахом за городом. Я иду, я служу, я проповедую, я стараюсь сделать лучшее, что могу. Но это уже не игры вокруг пустоты. Это служение, где в центре святой наполненное Божьей славой и Божьим присутствием. А другого мне не надо. Не надо. Это вот и есть центр, и главное, и самое-самое основное. Я вас туда и зову, вот туда. Давайте. когда это есть, тогда все остальное, оно словно, знаете, освещается этим светом, светом святого святых, светом сияния ковчега. И ты начинаешь переживать Господа везде, когда принимаешь причастие. Это уже не просто хлеб и не просто вино. Ты словно с ним соприкасаешься. Но не потому, что вот в этом хлебе или в этом вине есть что-то особенное, супер сверхъестественное. А потому, что твое святое святых наполнено его присутствием, его славой, его чистотой. А для чистого все чисто. Ты начинаешь видеть Бога везде и во всем. Даже там порой, где ты раньше не ожидал его увидеть и не ожидал его найти. Вот именно это и есть христианство. И я абсолютно убежден, что Иисус не планировал создание еще одной мировой религии под названием христианство. Иисус пришел на землю, умер за нас, воскрес из мертвых и вознесся, только чтобы показать нам этот путь новый и живой. везде скажет. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, спасибо Тебе за это первое воскресное богослужение. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в этот день, в день Пятидесятницы, мы вспоминаем Твои слова о том, что из чрева нашего, из чрева верующих в Тебя потекут реки воды живой, Господь, изнутри, из этого внутреннего святилища, Господь. И эти реки будут течь оттуда, только если мы будем идти туда, чтобы встретиться с Тобой, если мы будем там пребывать, не просто иногда, но все время, ощущая единение с Тобой каждый день, не просто раз в году. Я молю, мой Бог, благослови моих братьев и сестер, чтобы то слово, которым я с ними делился, оно коснулось их, чтобы они не просто от меня, они от Тебя его услышали, услышали от Тебя Божие. Я чувствую, Бог, призвание, как пастор, побуждать Твой народ идти в это святилище и быть связанным не с проповедниками и не с апостолами, с Тобой быть связанными, Господь, прежде всего. Потому что Ты есть жизнь, Ты есть путь, Ты есть истина, и Ты призываешь нас искать, искать жизнь, искать эту небесную реальность, это удивительное измерение присутствия Твоего, Славы Твоей, Господь. И Ты обещаешь, что если мы будем искать, Ты будешь найден нами. Если мы будем истучать, Ты откроешь. Ты обещаешь нам, Господь, благословимый Бог. Я особенно молюсь, Господь, за тех людей, у кого в жизни сейчас период этой разорванной завесы, когда вдруг христианская жизнь перестала их удовлетворять, когда они ощущают, что все это словно игра вокруг пустоты, и они не знают, что делать. Я молю, мой Бог, дай мудрость этим людям сейчас, чтобы они не пытались через внешнее найти внутреннее, но они шли туда, не искали твой ковчег в особенной церкви, в особенной конфессии, в особенной динаминации, в особенной религии, в особенном храме, в особенном проповеднике, или апостоле, или пастыре, или епископе, потому что там мы никогда не сможем этого найти. Сегодня это в нашем сердце находится. Ты вкладываешь законы твои не в золотые ящики, не в золотые храмы, а в сердце. Сегодня мы живые камни, живого храма. И наши церковные здания это не храмы, и не скини, и не горы. Это лишь помещения, где собираются рожденные свыше народ божий. м м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok